Бродячий скот бесконтрольно пасущийся вблизи автомобильных дорог является источником повышенной опасности. Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела внутренних дел МВД России Карачаевский призывают фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств более ответственно организовать выпас парнокопытных нарушителей правил дорожного движения. Ахмат Халкечев продолжит. Весьма серьезной проблемой остаются дорожно-транспортные происшествия с участием сельскохозяйственных животных, хозяева которых не осуществляют должный контроль за ними. Бесконтрольный скот особенно опасен, даже можно сказать смертельно, в темное время суток, когда водителю сложно вовремя заметить животное и принять меры по недопущению столкновения. Обращаемся еще раз к жителям принять меры по контролю над своим домашним животным, которые могут стать причиной ДТП в тяжких последствиях, в том числе со смертельным исходом. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения. Юрий Беслинеев, житель аула Хумара, рассказывает, что в аварию он попал, когда возвращался домой из Тибирды. Время было позднее и видимость не более 100 метров, и то при дальнем сети фар. Примерно на удалении около 3-4 километров от населенного пункта на проезжую часть неожиданно выскочила гулявшая бесконтрольно возле трассы корова. От беды водителя и его пассажира спасло то, что ехали они без превышения скорости. Естественно, мы искали, я как раз был с пассажиром, мы искали хозяина, но, к сожалению, так и нашли, не нашли. Так как, естественно, если идет нарушение полностью выгона, допустим, скота в темное время суток, хозяина найти практически невозможно. Хозяева отказываются в данной ситуации. И, естественно, был ущерб. Ущерб, естественно, материально никто не возместил. И, если честно взять, то это не проблема только поселка Тиберды, потому что проблема практически есть в каждом ауле, в каждом населенном пункте. За текущий год только на территории Карачаевска и Карачаевского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием бесконтрольно-посущегося скота. Из-за безответственности некоторых владельцев скота более 40 человек получили различные ранения и увечья. А двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.